Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Сегодня в нашей студии Альбина Калина, двукратная чемпионка мира по грэпплингу. Здравствуйте! Здравствуйте! Вам всего 18 лет, вы юная хрупкая девушка. Как получилось, что связали свою жизнь с видом спорта, который изначально считается мужским? Ну, я с детства была боевым ребенком таким, и начала я свою деятельность с художественной гимнастики. Прозанималась 4 года и поняла, что это совсем не мое. И в это время мой папа уже тренировал детей. И там же тренировался мой брат. То есть они именно борьбой занимались? Да, уже было джиу-джитсу. И я решила попробовать, потому что спорт, я чувствовала, что это мое. И попробовала. И как бы все уже в дальнейшем пошло хорошо. То есть, получается, было 8 лет, когда вы поняли, что художественная гимнастика – это не для вас, и вы хотите как папа и как брат. 8 лет вам было на этот момент? Да. Мне было достаточно там комфортно. Очень скоро я начала соревновательную деятельность. Так как девочек не было, я и тренировалась, и боролась с мальчиками. Но в этом проблем никаких не было, потому что я выигрывала, и мне это нравилось. То есть вы уже даже с мальчиками сразу становились, как это называется, спарринг или нет? Или на тот момент не боролись, еще только раз и постигали? Нет, конечно. Я боролась, тренировалась, то есть все время практически проводила с мальчиками. Но это было, получается, джиу-джитсу, то есть изначально, да? А потом уже другие виды борьбы. Да, это было джиу-джитсу традиционное. А в чем специфика джиу-джитсу для наших телезрителей? Расскажите, чтобы понимали. Сейчас вот еще и грэплинг добавился, бразильское джиу-джитсу, что является усложненным таким вариантом. Ну, в традиционном джиу-джитсу там больше техник, именно на показ техник, бросков. А в бразильском джиу-джитсу и в других, там уже более соревновательная деятельность, и все направлено на это. И в чем заключались ваши тренировки? То есть, получается, вы с мальчишками с самого детства. Расскажите немножко о тренировочном процессе девушки в единоборстве. Тренировки практически ничем не отличаются. Девушке очень комфортно тренироваться, и как бы разницы никакой нет. А если говорить, допустим, о настоящем моменте, сейчас появляются девчонки, или так же ситуация обстоит? Вы единственные, неповторимые в своем роде. Нет, девчонки сейчас очень активно начинают приходить, заниматься, интересоваться этим, и борьба набирает обороты с девчонками. Как бы раньше я боролась, у меня в категории было двое, сейчас вот на чемпионате мира у меня было уже 12 человек, и все взрослые. Вы недавно вернулись с Кубка мира по джиу-джитсу. Да, с первенством мира. Он проходил в Мадриде по юниорам до 21 года. И каковы результаты? Я стала бронзовой призеркой. Первенством мира, получается. Да, первенством мира. Насколько сложно, в чем отличие чемпионатов мира от первенств, от кубков? Какие соревнования считаются более престижными, может быть? Как вообще происходит отбор? На какие соревнования ехать и выступать, каким готовиться? А какие, может быть, опустить и попридержать свою форму? Ну, соревнования, опыт соревновательный очень важен. То есть, конечно, надо отбирать для себя преимущественные. Конечно, чемпионат мира, в данный момент, это самое максимальное, но и хочется выигрывать максимально, становиться первым. Отбор происходит изначально первенство Рязанской области, в дальнейшем чемпионат России и следующий этап – это чемпионат мира. Вот вы к 18 годам уже дважды чемпионка мира. Как себя ощущаете и какие ставите цели на ближайшее будущее? Цели? Хочу выжить максимально из борьбы и в дальнейшем хочу заняться профессиональным уже спортом и заняться тренерской работой. То есть, тренерская деятельность по стопам отца, получается, пойдете? Да, я сейчас учусь в педагогическом колледже на факультете физическая культура. То есть, это уже в дальнейшем профессия. А если говорить о ваших сверстниках, допустим, зная о ваших способностях такой боевой девушки, не побаиваются во вас мальчишки, например, в компании? Нет, мальчишки, наоборот, уважают и вообще все ребята уважают, ставят меня всегда в пример. И даже учителя всегда так внимательно очень ко мне. То есть, поддержку вы ощущаете со стороны окружающих. Может быть, приоткроете такой секрет? Какими качествами характера, какими чертами должна обладать девушка, чтобы достигать таких высот в тяжелом мужском виде спорта? Ну, характер. Нужен жесткий такой характер, воля к победе. Никогда не опускать руки, несмотря на обсуждение других. Ну и просто любить ту деятельность, которую мы делаем. Угу. Если говорить о том, что было сколько уже, 10 лет назад получается, сейчас вы бы остались в художественной гимнастике или не жалеете о своем выборе? Нет, не жалею ни капли. И борьба, я чувствую, что это вот мое. То есть, там я чувствую, как рыба в воде. Говоря о тренировочном процессе, на что больше делается упор? На физическую подготовку или на отработку техники? Что стоит во голове? Вот вы как чемпион можете с уверенностью сказать? Ну, я тренируюсь 6 раз в неделю и чередую технику и физическую подготовку. То есть, нельзя делать упор только на технику, допустим. То есть, физическая подготовка также важна. Мы поговорили о джиу-джитсу, о бразильском джиу-джитсу. А грэплинг что это такое? Грэплинг практически ничем не отличается от джиу-джитсу, только чуть-чуть другие правила. То есть, правила именно на соревнования? Да, соревнования другие. В ближайшем будущем какие сборы, какие соревнования ожидают вас, какие чемпионаты? Пока я немного отдыхаю, но уже летом я собираюсь на сборы на море. Главному тренеру нашей команды, Адаев Тим, международная команда Чекмат, тренироваться. А ближайшие чемпионаты крупные, в которых вы примете участие? Так. А, буквально через три недели у меня состоится ЦФО соревнования по грэплингу. Они будут в Рязани. Даже в Рязани будут. А как оцениваете вообще свои силы, возможности? Вы говорите, что сейчас среди девчонок, среди женщин популярность, единоборств, интерес к силовым вот таким видам спорта растет. Наверняка сложнее стало соревноваться, правда? Как оцениваете свои силы и возможности? Ну, я сейчас активно готовлюсь, но, думаю, покажу хорошие результаты. Девчонок будет достаточно... Ну, надеюсь, что они приедут, и их будет много. То есть для вас чем больше соперниц, тем больше мотивации, я так понимаю? Конечно, и большой опыт. То есть я не ставлю цель выиграть, а я хочу получить от соревнований как можно больше опыта. Были ли у вас примеры, допустим, неудачных выступлений? Как известно, проигрыш учит нас даже большему, чем победа. Были ли такие у вас моменты, когда опускались руки или наоборот проиграли, и вас это подстегивает дальше работать над собой? Да, были. Каждый спортсмен проигрывает, у каждого есть ошибки, мы не роботы. И я всегда после проигрыша анализирую, что я сделала не так, что мне нужно подкорректировать и над чем поработать. И после как раз коррекции очень приятно, когда на соревнованиях показываешь более лучший результат и выигрываешь. То есть получается, что такие моменты оттачивают еще больше и убирают белые пробелы, так скажем, да? Совершенствуют. Конечно. То есть получается, что девушкам не стоит бояться собственной силы, скажем так. При этом можно оставаться хрупкой и прекрасной, как Альбина, которой мы пожелаем успехов в дальнейшем ее спортивном росте. Спасибо, что пришли к нам в гости, Альбина. Прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»!